Избирательные бюллетени взяты под охрану. Сотрудниками полиции проведены инструктажи, и они готовы выйти на дежурство, сообщили в ведомстве. И это лишь часть большой совместной работы. Глава муниципалитета обратил особое внимание собравшихся на важность оказания содействия участковым избирательным комиссиям в период подготовки к президентским выборам. Из текущих вопросов, один из самых актуальных – наполняемость бюджета. По оценкам городского финансового управления, задолженность жителей по налогам сегодня составляет порядка 50 миллионов рублей. Мы проводим подворовые обходы. Кроме того, за февраль месяц мы оказали помощь Анапскому отделу Федеральной службы судебных приставов в формировании требований и уведомлений о возбуждении исполнительного производства в количестве 7500 уведомлений на общую сумму 15 миллионов рублей. По поручению главы составлен список предприятий, которые ведут бизнес в городе-курорте, а налоги платят в других городах или даже регионах. Среди них порядка 30 объектов курортной сферы. По словам Яны Дуплякиной, налоговая инспекция уже составила план проверок. На 6 марта поступления в бюджет увеличились более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. Юрий Поляков поручил продолжать работу, в том числе в сельских округах. Бюджет это то, что мы собрали. То, что собрали, вот Яна Далет, она говорит, недособрали 49 миллионов. То есть каждый понимает, что недособрали 49, мы что-то недоделали на эти 49 или 50 миллионов. При этом налогооблагаемую базу необходимо расширять. На этот год Краевой департамент промышленности предусматривает субсидии по кредитам при создании или расширении производств покупки оборудования. Глава муниципалитета дал задание рассказать предпринимателям об их возможностях.